Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Встречает гостей она самостоятельно. Дома Елена знает каждый уголок. Потеряла зрение женщина более 20 лет назад. До этого очень любила вязать и вышивать. Вновь взять в руки иголку и нитку предложила знакомая. Я так удивилась. Говорю, Таня, а я смогу? Вот вообще ничего не видя, заняться бисером. Ты знаешь, для меня это было как для зрячего человека. Ну, скажем так, что-то сверхъестественное. И она, прежде чем показывать мне какие-то вот вещи, она пробовала это сама. Она закрывала глаза и сделала что-то с закрытыми глазами. То есть, если это получалось, то она начинала мне показывать. В рукоделии Елена нашла отдушину. Изящные деревья, цветы и насекомые из бисера она дарит друзьям и знакомым. Работа кропотливая, на некоторые изделия уходит неделя. Делать своими руками она научилась многое, но плести из бисера нравится больше всего. Вышивать нитками владимирская гладь. Это очень кропотливо. Может быть, это внешне смотрится и очень здорово, но мне это не очень нравится. По той простой причине, что когда изделие готово, я не могу его посмотреть. Изделие из бисера я могу посмотреть руками. Вот, я его посмотрела. Жить вслепую Елена привыкла. Пользоваться компьютером помогает специальная программа, которая озвучивает каждый символ. С домашними делами Елена справляется самостоятельно. В остальном помогают мама и друзья. Несмотря на отсутствие зрения, Елена привыкла жить полной жизнью. За городом иногда даже садится за руль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова